Ну что, коллеги, начинаем. О чем мы сейчас поговорим, Алексей? Ну, методы, исследования интеллекта, оценки интеллекта. Да, значит, поговорим именно об этом. Потому что об интеллекте мы поговорили, красивую метафору получили, но очень хочется иметь некие числовые значения. Скажу сразу, что, да, и в общем-то в первой презентации это звучало, что интеллект вещь очень разносторонняя, многогранная. И, по сути, измерить интеллект в целом, ну, очень сложно. Это средняя температура по больнице. Это как, я не знаю, измерить ОФП. Человек может быть мастером спорта по штанге, но при этом, мягко говоря, не быстро бегать, и уж тем более не пробежать в марафон. Хотя мастер спорта явно в великолепной форме. Да, ну, начинаем считать нечто среднее, и он сальто не сделает, марафон не пробежит, еще что-то. Ну, и получается, что, да, средняя температура по больнице, что он вообще растренированный человек, хотя он на пике формы. То же самое с интеллектом. То есть, интеллект очень многообразен. Яркая, ну, скажем так, пример, метафора. Взять, я не знаю, любого бандита, любого вора. Он не читал книг, не получал образования, и так далее. То есть, да, у него нет ученой степени. Но он так хорошо, да, у него так развит социальный интеллект в негативном ключе, что он прекрасно втирается в доверие, знает, как обмануть. И, поговорив с профессором, там, психологии, возможно, его как раз-таки на практике и быстро, да, проведет вокруг пальца. Поэтому... Но, как говорят менеджеры, да, плохая метрика, даже плохая метрика, лучше, чем ее отсутствие. Даже однобокое измерение интеллекта лучше, чем полное отсутствие линейки. Но, безусловно, даже в... Ну, не при приеме на работу, не при... Ну, я не знаю, там, юридических аспектах. В общем-то, интеллект численно, это не идет, да, все верно, я говорю, в какие-то... Правильно, правильно, правильно. Да, так вот, давайте начнем с, там, некоторых определений, да, то есть, вот, есть методы оценки интеллекта, но сначала мы поговорим, да, о методах оценки, диагностики именно числового интеллекта. Для большинства из нас это близко, потому что мы получили некое инженерное образование, да, о том, кончили точные специальности, они все предполагают именно математическое мышление. Да, и это вот психодиагностические инструменты для измерения числового интеллекта. А в узком смысле это вид интеллекта, позволяющий находить закономерности в числовом материале и принимать решения на основе анализа числовой информации. В широком смысле к нему относятся все способности, повышающие эффективность математической деятельности. Ну, и любыми точными науками, то есть программированием в том числе. Это тоже инженерная деятельность. И, да, вот, да, математические способности рассматриваются как один из видов специальных способностей, а числовой интеллект относится модально к общим способностям на виду с вербальными, пространственными и технико-практическим интеллектом. То есть вот уже оказалось, что у нас есть математический, вербальный, пространственный и технико-практический интеллект. И это действительно разные вещи. Так получилось, что в моем круге общения довольно много архитекторов. У меня сестра архитектор, и вот так сложилось. И я очень удивлялся, когда некоторые архитекторы, причем, ну, легко навесить ярлык, да, девушки плохо ориентируются в пространстве, мужчины. Вот ты спрашиваешь их, как куда-то пройти. И он не может тебе нормально рассказать. Хотя ты говоришь, подожди, ну, у тебя же твоя работа думать в трехмерном пространстве. Ты точно должен взять, у тебя весь город должен быть в голове, и ты вот рассказал там три квартала прямо, потом два квартала, там, не знаю, налево, и потом два квартала направо. А он не может. Он, то есть вот это и говорит, что у человека может быть замечательный интеллект, он прекрасно справляется со своей работой, но, да, как в химии, реакции идут не по избытку, а по недостатку. И он в чем-то, да, ну, вот, может сильно проседать. И вот мы, как минимум, из этого определения видим, что есть математический интеллект, да, числовой интеллект, и вот технико-практический интеллект, пространственный, вербальный. И, да, близким понятием является математическое мышление. Ушаков отмечал, интеллект это способность к мышлению, мышление это процесс, в котором реализуется интеллект. Звучит красиво, да, но мы мышление определили через интеллект, а интеллект через мышление, да. Как-то обывателю это ни о чем не говорит. Опять же, вот, помните, я уверен, что многие из вас проходили тесты IQ. Во-первых, тесты очень разные. То есть я проходил разные тесты, видно, что задачи просто разные, из разных категорий. И оценки получались тоже разные. Потому что, если мне попадался тест, где основные задачи были на математический интеллект, вы же помните, там, не знаю, есть какая-то последовательность, да, укажи, какого числа в середине не хватает, да, или еще что-то. Таких бывают IQ-тесты так построенные, что там половина вопросов таких. Ну вот я их прекрасно проходил, и мне показывали могучий там интеллект. С другой стороны, если тест был на языковой, условно, то что-то могучего интеллекта у меня не оказывалось. Хотя и то, и другое называется IQ-тест. И вот у тебя по одному, не знаю, 120, а по другому там 165. Ну, 165 неплохо. А 120, конечно, хорошо, но как-то... Вот что из этого указывать, да, и на что ориентироваться, представьте. Ну, 120 – это средняя норма популяции. Ну, я думал ниже. Я думал где-то 110 норма. Ну, 110 – это 20. Есть понятие пограничного интеллекта, где-то от 70 до 80. Эти люди, они имеют право водить машину, но их сильно умными назвать тоже нельзя. Выше 90 – это уже как бы умный человек. Вполне себе. 110, 120 – очень умный. А если 160, сильно радоваться этому тоже не надо. Чаще всего люди, имеющие интеллект 160, вынуждены обращаться ко мне. Ну, не ко мне, а к моим коллегам. По разным причинам. По разным причинам. Иногда совсем плохо. Наверное, все смотрели фильм, я его не помню название, там, где физик, получивший Нобелевскую премию, который болел шизофренией. Ну, так вот, зачастую люди, имеющие очень высокий интеллект, интеллекты именно склонны к заболеваниям. Ну, потому что это тоже не норма. Да, то есть мозг, в общем-то, самая сложная наша структура. И если он работает в неком авральном режиме, да, вот интеллект 160 плюс – это точно не норма. Он гораздо более склонен к поломкам, болезням. Ну, как любой двигатель. Если вы начнете ездить на 5000 оборотах на своем автомобиле, каким бы хорошим он не был, очень скоро он скажет, что я устал, я ухожу. Вот с мозгом, в общем-то, то же самое. Поэтому, да, не нужно ожидать, например, от деток, чтобы они были юными гениями. И наоборот, надо радоваться, что взрослеют они согласно плану биологическому. И интеллект у них просто развит, да. А вот пограничный интеллект – это, наверное, ярчайший пример в фильм с Томом Хэнксом, да. Форест Гамм. Форест Гамм, да. Я думаю, все видели. Понятно, что это добрая сказка, да. То есть, вот у него все получилось случайным образом. Но вообще такие люди есть. Я лично с такими людьми знаком. И они могут действительно добиться достаточно многого. Вот у моих два знакомых, явно пограничники. Один замечательный штангист. Он в свои 70 выглядит, ну, условно, как Сталлона. Чтобы я так выглядел в 20, как Сталлона в свои 78. Да, вот он выглядит великолепно. Там пресс-квадраты, ну, вот абсолютно, да, статуя Аполлона просто ходит сейчас. А человек уже хорошо за 60. У человека двое дочек, которые, ну, скажем, с нормальным уровнем интеллекта, получили высшее образование. У человека внуки. Человек всю жизнь честно работал. Сейчас, кстати, работает в БГУ, наверное, я даже не знаю, как это называется. Ну, в общем, он младший тренер, да, по штанге в БГУ. Наверное, ну, в общем, это называется не педагогическая специальность. Каким-нибудь ассистентом он или оформлен. Ну, вот формально, давайте посмотрим. У человека дети, внуки. Человек работает на пенсии в БГУ. Человек в великолепной форме. Мастер спорта, чемпион, там, страны по ветеранам, по штанге. Ну, это успех. Попробуй, ну, прожить жизнь так, как он. Хотя вот человек пограничник. И по юности, да, мы, ну, никогда, естественно, над человеком не смеялись, но про себя, ну, порой были смешные ситуации. Я помню, когда, там, в начале 2000-х, первая тренировка после Нового года, мы все готовимся к соревнованиям, то есть, Новый год, трезвые мы, значит, все в форме. И тогда показали фильм, как же он назывался, «Гладиатор». Помните, очень известный фильм Ридли Скотта. И, вроде бы, фильм очень простой. То есть, там, ну, яркие эмоции. Это не то, что это психологический триллер, и ты не увидел чего-то в игре актеров и не понял, что происходит. То есть, там все разжевано, а он не понял. И вот он нас всю тренировку два часа расспрашивал. Подождите, ну, она же, как, его жена? Она говорит, нет, она его сестра. Как сестра? Они же, значит, встречаются. То есть, человек очень простой, очень недалекий. Тем не менее, вот если посмотреть на результаты его жизни текущей, попробуй такую жизнь проживи. Другой пример – боксер Петя. Тоже пограничник. Всю жизнь выступал по всем вариантам вообще силовых, там, боевых видов спорта. По тикбоксингу, по боксу, по микс-файту. Из лучших результатов, да, стал третьим на чемпионате мира по тикбоксингу. Ну, вы станьте таким. Это в супертяжелом весе, где бьют от души. Да, парень очень простой. Парень, вот как грабли, парень очень добрый. Парень иногда не разбирается в ситуации. То есть, ему на самом деле хамят, а он не понимает, он по-доброму улыбается. Или наоборот. С ним по-доброму шутят, а он не понял, что это шутка, и ударил. А ударить он может. То есть, периодически случаются казусы, есть нюансы. Но тоже, у него, к сожалению, нет семьи, нет детей. Но худо-бедно, человек там с пятой попытки, всеми правдами и неправдами, даже сумел заочно получить высшее образование. Он архитектор, там, строитель и так далее, в политехе. И затем он много лет работал прорабом на постройке небольших церквей. А сотрудники у него были бывшие героинщики, которые от наркотиков пришли к Богу. Вот попробуйте по таким коллективам поруководить. Да, вот Петя глупый. Глупый, не глупый, а десятки церквей маленьких построил. И таким коллективом поруководил. Да, вот Стас рассказывал, как у них хорошо в офисе. Там, да, и мы вместе работали. Я могу рассказать, как хорошо во многих других компаниях и офисах. Но попробуйте поруководить таким коллективом. Не айтишным, который мы тщательно отбираем, мотивируем деньгами и так далее. А вот героинщиков-добровольцев, без зубов и с прочими атрибутами, попробуйте их поруководить ими, чтобы они в итоге построили церковь. Я своими руками ничего не построил. Ну там, кроме программных систем. Он может прямо показать. Поэтому, видите, что даже при очень ограниченном интеллекте, даже когда у людей есть справка, можно за счет других талантов прожить очень интересную, достойную жизнь. Тот же Петя просто был во всех странах мира на соревнованиях. Там глобус, вот куда ни ткни, да, здесь был, здесь был и так далее. Все видел там, то есть тоже вот взять двух людей и вот Петруша говорит, да, был в 50 странах, ел в 500 ресторанах, ну потому что перед боем вас обычно кормят в ресторанах, все значит оплачено и прочее. Петруша, естественно, этим пользовался. Поэтому вот, вот даже у меня в круге общения есть два человека-пограничника, которые прожили очень достойно. Да, здесь опять же, ну мы потом все эти презентации выложим, то есть здесь, в общем-то, справочная информация, историческая информация. Ну вот, в начале 20 века Спирмен начал обращаться и согласно его теории, любую интеллектуальную деятельность оказывает влияние два фактора, общий и специфический. И специфическими факторами являются числовой, пространственный и вербальный интеллект. А в 30-х уже годах Терр Стоун выделил 7 первичных умственных способностей, одна из которых числовой фактор, счетная способность. И, да, опять же, небольшое лирическое отступление. В целом, да, ну сегодня тоже у Стаса это звучало, мы же эволюционно прошли очень немного поколений. Ну в целом, первые зачатки цивилизации появились, упрощая, 10 тысяч лет назад. То есть, всей жизни более-менее оседлой, городской, да, с производящей экономикой у нас максимум 10 тысяч лет. Будем откровенны, конкретно у нас, скорее, значительно меньше, да. Славяне, да, это не Древний Рим и Италия, которые уже и в 5 веке, да, или Греция до нашей эры были серьезными цивилизациями. Да, мы в то время еще, в общем-то, спальни слезли. И почему я об этом говорю? Вот интересный пример. В Африке до сих пор сохранились, ну вот, абсолютно дикие племена, которые занимаются собирательством, там и прочее, прочее. Тем не менее, цивилизация пришла и к ним. У них появились сотовые телефоны. Они берут самые простые, кнопочные, им не нужны, значит, тачскрин. Так вот, эти люди не умеют ни читать, ни писать. Но они запоминают сотни, иногда тысячи номеров телефонов по последовательности. Вот ты просишь его о чем-то. Он говорит, я смогу узнать через 3 месяца. Я через 3 месяца буду там, условно, на таком-то озере. Титикака. И там посмотрю, и отдам ответ на твой вопрос. Он говорит, а как ты мне дашь ответ? Как ты мне позвонишь? Он говорит, так, ну, ты же мне показал, я запомнил. Он говорит, а как ты? Вот ты же цифр даже не знаешь, читать не умеешь. Как? Он говорит, так вот, 2 раза на среднюю кнопку, там, не знаю, потом это, это, это. Так просто к чему? Вот и такой человек помнит порой тысячи телефонов. И он спустя год может, а, так у Ивана, значит, вот такой, такая последовательность. То есть вы видите, что и с памятью у него все хорошо. И интеллект, это, ну, как бы, это явно интеллект. Просто он применяется в совершенно другой для нас непонятной форме. А мы порой телефон жены запомнить не можем, да? То есть он у нас записан, но мы его не помним. Хотя вроде и читаем, и пишем, и телефон не такая уж сложная вещь, да? Стихотворение прекрасно запоминается. Тем не менее, телефон жены, это вот ТРЭ, интогнита, да? Вот, что произошло дальше? В 60-х Вернан предложил четырехуровневую модель. Заметьте, один предложил трехуровневую, другой семиуровневую, третий четырехуровневую. Такое впечатление, что мы сейчас придем к какому-то, кстати, общему знаменателю. Наверное, пять уровней окажется, да? На вершине иерархии находится фактор G. На следующем уровне основные групповые факторы вербально-образовательной и пространственно-практический, технический. А ниже находятся групповые факторы второго порядка, которые далее подразделяются на специфические факторы интеллекта. Математический интеллект сложно свести только к одному из факторов второго порядка. Он может рассматриваться как часть факторов второго уровня, но также может быть выделен в отдельный фактор. То есть, итог в том, что за 60 лет эволюции психиатрии мы так ничего и не поняли про интеллект, если в двух словах. То есть, мы пытаемся строить модели, пытаемся каким-то образом... Да, почему выделяют эти группы? Принцип-то очень простой. Разделяй и влавствуй. Если задача не решается целиком, значит, надо разбить ее на подзадачи и попытаться осмыслить их. Поэтому это в том числе просто способ группировки и осмысления. И вот, в конце 20 века Гарнер предложил теорию множественного интеллекта, согласно которой существует 9 типов интеллекта. Смотрите, вот мы все, да? 3, 7, 5, 9. Заметьте, да, телефон не помню, а вот количество факторов интеллекта как-то легко запоминается. Да, и вот предложил теорию множественного интеллекта. Гарнер разработал опросник, что очень важно, с помощью которого можно определить личностную склонность к видам деятельности, в которых востребован соответствующий тип интеллекта. Эта методика не позволяет измерить уровень числового интеллекта непосредственно, давая информацию о его выраженности по косвенным признакам. Примерно в то же время была предложена 6-факторная модель интеллекта другими специалистами, в которой одним из факторов выступает способность оперировать количественными отношениями. Опять же, звучит хорошо, но мало понятно для неспециалиста. Опять же, приведу пример, о чем шла речь, наверное, вот, оперировать там количественными и прочее. Считается, что у писателей, которые пишут именно романы с большим количеством действующих лиц, очень развит интеллект, потому что ему нужно помнить кучу факторов. У каждого героя в идеале есть дуга характера, которая должна меняться, трансформироваться. И вот он все это держит в голове. Вообще, на самом деле, если посмотреть на современных писателей, они прямо строят, ну вот как в фильмах про детективов, да, какие-то прямо диаграммы. Так, эти живые, эти мертвые, значит, герои, вот тут какие-то взаимоотношения и так далее. То есть, опять же, пытаются таким образом снизить нагрузку на интеллект, чтобы вот держать все это вовне, да, на внешнем носителе. Но, тем не менее, это так, более того, возьми любого писателя. Три мушкетера писались так же, да, тогда они задумались, да, подобного отображения информации не было. Вы не поверите, но общие графики и даже карты появились относительно недавно. То, что для нас кажется, ну, очевидным, это же визуализация чего-то. Так вот, у него были, он, у автора Трех Мушкетеров, да, у Дюма, у него было два, условно, две вазы. В одной были живые герои, в другой мертвые. То есть, чтобы хотя бы не перепутать, да, чтобы хотя бы мертвый герой, погибший там в третьей главе, в восьмой не начал действовать. Вот, чтобы хотя бы такого не произошло. И вот считается, что у них очень развит интеллект, потому что они могут оперировать большим объемом. Опять же, в IT есть такая штука, как магическое число 7. То есть, разные специалисты примерно в одно и то же время, я имею в виду, и психиатры, и психологи, и, не знаю, менеджеры, то есть, с помощью разных подходов определили, что человек в среднем, да, вот 7 плюс-минус 2, может оперировать не более чем 7 плюс-минус 2 сущностями одновременно. Вот как только ты даешь ему десятую, у него что-то начинает выпадать из головы. Простейший пример, чтобы вы это на себе ощутили, да, как действуют, условно, воры-карманники. Они не идут к человеку, у которого нет ничего лишнего. Ну, вот у меня максимум есть рюкзак. Если кто-то попробует его снять, я это почувствую. А вот если у человека есть рюкзак, сумочка, здесь шапочка, здесь цветы под мышкой, еще что-то, он даже тактильно, мозг просто не даст тактильный сигнал. Вот у тебя есть уже 9 раздражителей, 10-й, что тебе залезли в задние карманы, не знаю, вытаскивают кошелек. Ты это даже не почувствуешь. Ну, потому что у тебя мозг перегружен. Хотя, казалось бы, ой, сверхзадача донести там цветы и 3 пакета, значит, до дома, там, или до какого-то празднования. То есть вы сами на себе можете проверить это и убедиться в этом. Причем, айтишники большие, оптимисты, это 7 плюс-минус 2, то есть до 9 может быть. Все врачи говорят, вы минусуйте двоечку, вот 5. Пятеркой вы еще оперируйте. Выше скорее нет. И лучше, конечно, к врачам прислушаться. И куча инженерных практик на этом основана. Даже максимальный размер команды в скраме какой? Могу добавить. Естественно, 9 человек. Да, прошу. Да, мало того, как мы уже говорили, эти люди, да, специфическим складом личности, которые не видят ничего плохого, как, допустим, украсть деньги, которые собирает весь народ на операцию ребенку. Ну, чувство вины не испытывают такие люди абсолютно. Но они хорошие психологи при всем при этом. И они определяют еще психологическое состояние. Я про карманников. И один и тот же человек, в зависимости от его психологического и психического состояния, может контролировать различные количества факторов. То есть от трех до, ну, пусть до семи, допустим. Если он находится в отпуске, хорошо выспался, испытывает стресс, он более собран. Если же, ежели наоборот, он не был, вот, уже три года, спит 3-4 часа в сутки, потому что надо работать, испытывает стресс, то его объегорить гораздо проще. Вот такой момент. И они это четко ловят, как работают и цыгане, которые не имеют не то, что среднего образования, которые также многие просто-напросто не умеют ни читать, ни писать. Тем не менее, эти навыки отработаны. И ведь это тоже интеллект. То есть мы можем говорить, что я кандидат на уху. Тем не менее, человек с тремя классами образования умудрился продать тебе, размахивая юбками, я не знаю, вот там, за большие деньги, неработающий смартфон. И ты потом на него смотришь, ну, классно, что я кандидат, или даже доктор, профессор. Как это произошло? Как меня смогли обхитрить? Потому что интеллект многогранен, и это тоже интеллект. Так вот, к магическому числу 7 плюс минус 2, оно отражено в куче просто инженерных практик. Максимальный размер скрам команды 9, 7 плюс 2. Минимальный размер скрам команды 3 человека. Ну, потому что меньшее количество, нет смысла в целом работать. Ну, тоже смотрите, да, то есть это достаточно близко к пятерке. То есть вот у нас есть верхняя граница, есть нижняя граница. Цикломатическая сложность методов какая должна быть? Рекомендации 5-10. То есть, если метод более сложный, разбивай его. Опять же, откуда возникла эта рекомендация? Если не задумываться, ну, ты не знаешь, хорошо, эмпирическим путем вычислено. На самом деле, все очень просто. Если у нас цикломатическая сложность не выше 10, метод у нас более и менее целиком поместится в голову. А значит, мы точно сможем его осознать, если нужно изменить, удалить, там как-то трансформировать, обновить, исправить ошибку. А если цикломатическая сложность, вот как было при работе с ядром семантика, 350, ну, это невозможно в голове удержать. Я уверен, ни в одной голове, даже самой, там, талантливой и умной. Вот таких рекомендаций куча, да. Сколько должно быть методов у класса? Ну, желательно, там, 5-10, да, у интерфейса. Опять же, откуда это? Почему именно 5-10? Ну, вот потому что, вот, 7 плюс минус 2. То есть, это то, что точно будет помещаться в нашей голове. И если система проектирована с учетом вот этого магического числа, так как-то странно получается, что у нее очень мало ошибок, в нее легко вносить изменения, легко выпускать новые версии. Если ошибки есть, их легко исправлять. А почему? Потому что каждый отдельно взятый элемент помещается в голове, и человек себя чувствует прекрасно, комфортно. Ты понимаешь, ты гораздо хуже, да, когда ты кусками грузишь. То есть, вот у тебя цикломатическая сложность. Не надо много, 30. Все. То есть, а ты можешь оперировать с семью, а по-хорошему с пятью. Вот у тебя 30. Значит, ты будешь сам как-то подсознательно дробить. И не факт, что она у тебя, вот, да, эта дробленая картинка хорошо в голове отложится. Поэтому, читая любые книги по программированию, читая любые инженерные best practices, вот вы про себя помните, 7 плюс-минус 2, как это сочетается, как это сочетается. И окажется, что там две трети инженерных практик опираются на это магическое число. То есть, мы должны понимать каждый отдельно взятый кусок работы. Абсолютно нормально не понимать все целиком, да, попробуй, сложи единую картину. Но исполнитель должен понимать каждый отдельно взятый кусок. Значит, нам нужно следовать вот этой концепции 7 плюс-минус 2 и всю систему таким образом строить. То же самое бывает в сущности. Бывает так, система эволюционирует, что, ну, например, опять же, я работал в Oracle, переписывал их ядро AllApp баз данных. Я был молодым специалистом, то есть, я не то, что не принес пользы, я думаю, я еще и помешал этому переписыванию, потому что это был мой первый большой проект, и я до сих пор в содрогании вспоминаю код на C++, который я для него писал, конечно. Самое страшное, что ты там обязан был оставить инициалы в виде комментария над своим кодом, поэтому мой позор не останется анонимным, да, он виден всем и всегда. Более того, произошло один раз очень смешно, меня на работу взяли даже за счет этого. То есть, в Oracle было, ну, нюансы с ротацией, то есть, не хотели, чтобы была текучка. Поэтому иногда эту текучку, в общем, не демонстрировали. Я от работы в полтора года ушел, но официально по документам продолжал работать. Более того, от моего имени на Oracle, получается, работало 8 человек под моим аккаунтом. Причем, это не только плюсовики, кто-то писал на Java, кто-то на JavaScript, но большинство плюсовиков. И вот компания SoftClub, к которой я пришел на собеседование, она, понятно, что исходники на самом деле использовать практически невозможно, но она сумела достать исходники Oracle. И увидела, что я там работал, и решила просто поиском посмотреть. А там Семенченко звучит везде. Ну, конечно, когда за тебя 8 человек работают. И тут, и там, и одновременно он, и на Java, и на плюсах, и на JavaScript, кругом, ну, незаменимый сотрудник. И вот я к ним прихожу, а они говорят, так, ну, мы с вами уже заочно знакомы, как бы, о, гуру, придите к нам. То есть было... А я не понимал, почему. Они же не сказали, что они видели, вот, мой кот, и на самом деле не мой кот, а куча других гораздо более опытных специалистов. Мой кот бы им, наверное, не понравился все-таки. Я тогда был еще зеленым. Ну, и вот так смешно получилось, да. То есть мы вас, позорный недуг, да, в подвиг трансформируем, да. Там вы еще и далее по тексту. Да, добавим десантные войска. Да, да, да. Так получилось. И вот, наконец-то, мы сейчас приходим к свежим за всем работам. Правда, от этого яснее не станет. Там предыдущий слайд был выделен красным. Нет, 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 это следующий слайд. Это следующий. Я случайно нажал. Сейчас мы вот это рассмотрим, да. То есть вот работа Фомина, которая всего два года назад была сформулирована, да. И вот психофизиологическое исследование показывает, что у человека существует как минимум две мозговые системы, ответственные за работу числовым материалом. Опять же, интересно, но пока непонятно, как применить это на практике. Да, первая система является вражденной и позволяет оценивать количество количество без использования символов. Вторая формируется при обучении цифрам и обеспечивает работу с символьной информацией по правилам формального языка. Выполнение разных арифметических действий сопровождается активацией неодинаковых участков мозга. Имеются различия в мозговом обеспечении точных и приблизительных вычислений. Свою специфику имеет перекодировка нуля и чисел, включающих его. Все это позволяет говорить о том, что числовой интеллект подразделяется на специфические способности. То есть мы пока в целом с числовым интеллектом не разобрались, но благодаря свежей работе нам сказали, что их как минимум два. То есть все стало еще сложнее. Хорошо. Вот следующий слайд. Да, вот получается, что есть тест интеллекта Векслера. Ну, почему я его выделил? Единственное, что на самом деле используется в практике, я уже об этом говорил в первой части, это тот самый тест Векслера. По крайней мере, ну, у нас в России, в Украине, да не только. Практически во всем мире. Да, извиняюсь. То есть получается, что методик оценки придумано множество великое. Там и матрицы Равена, они там дальше тоже будут указаны и так далее, и так далее. Но реально используется только тест Векслера. Причем он используется абсолютно везде. И в практической медицине, как я и говорил, просто для таких моментов. Ну, надо понять. Вот человек этот, он, болеет депрессией, у него псевдодеменция, так называемая, да, либо он просто-напросто умственно отсталый. Так и в судебной практике. Для того, чтобы определить, насколько человек оценивал последствия своих действий и мог ими управлять. Как-то так. Да, и на самом деле, наверное, большинству из вас неизвестно, что на самом деле психиатрия у нас и, например, в США очень сильно отличается. Вплоть до того, что есть заболевания, которые есть только в США и наоборот, есть заболевания, которые в США просто нет, есть только у нас. То есть даже классификация разная. Название некоторых болезней разное. Вот мы привыкли слышать в американских фильмах биполярное расстройство. В каждом десятом фильме точно есть биполярчик. И в сериалах они появляются, и так далее. У нас скорее используют термин циклотемия и ее степень. Ну, если я правильно говорю. Не, не совсем так. Не совсем так. Дело в том, что биполяр, как особенно молодежь в сленге это использует, это слово, они понимают переменчивость настроения в течение дня, и это именно та самая циклотемия. А биполярное эффективное расстройство это тяжелейшее заболевание сродни той же шизофрении, когда след за состоянием маниакальным, когда человек может не спать, эффективно работать, но чаще получается наоборот. Они впутываются в неприятности, скажем, неприятности, берут множество кредитов, порой просто раздают деньги, заводят много ненужных им контактов, женщины беременеют, мужчины, получается, кого-то беременеют. Потом, след за этим, идет депрессивная фаза, когда помимо того, что человек впадает в депрессию, к нему приходит осознание того, чего он наворотил. и как это разгребать. Вот и вся разница. Касаемо разности диагнозов, допустим, наверняка хоть кто-нибудь слышал такое заболевание, как расстройство множественной личности, Билли Миллиган, по крайней мере, кому-то известен. На самом деле, много фильмов этому посвящено. Фильмов и... То есть, какой-нибудь маньяк или герой, у которого там в голове 25 личностей, 25 личностей, и только одна из них, так сказать, агрессивная и творит преступления. Личности друг о друге не знают, и он вообще не в курсе, кто это сделал, почему восьмой труп рядом оказался со мной, что за совпадение. Но... Понятно, это киноверсия. Интересный момент в том, что этот диагноз существует только в ДСМ, то есть, в американской классификации психических расстройств. В нашей МКБ, которая действует не только в России, в Беларуси, но и в Европе, абсолютно везде, этого диагноза нет. И тот же, ну, скажем так, мой гуру, заведующий кафедрой психиатрии Белорусской академии постдипломного образования Евсегнеев Роман Александрович, который работает только в РНПЦ, по-моему, с 1986 года, за его практику он ни разу не встречал подобных пациентов. Как-то так. С чем это связано? Вот интересно. Я думаю, это связано с тем, это гипотеза, что, наверное, психиатрия еще очень молодая наука. если разные школы так друг от друга отличаются. Это же легко навесить ярлык. Не знаю, мы не правы, или американцы не правы. Правильно. Почему? Психиатрия потеряла карательный свой характер, буквально, только начиная с... Да, после ванилы, после... Ну, когда появились первые препараты, да. Первые препараты, которые... Хлордиазепоксид, допустим, первый транквилизатор появился, по-моему, то ли в 53-м, то ли в каком-то году. Грубо говоря, психиатрия, какой бы она ни была, до 50-х не было лекарств, которые бы лечили пациентов. Ну, максимум, что было, да, выпей водки, успокойся. Не, в общем, барбитураты были, барбитураты. Были барбитураты, но они тоже появились в начале, в начале 20-го века. Да, в начале 20-го века. появились, условно, корвалол. Вот представьте, сейчас, я не знаю, сколько тысяч различных препаратов, только антидепрессантов десятки. И вот, выбирая для пациента, а тогда, ну, у нас есть корвалол и подорожник. Давайте будем вас лечить. И, в общем-то, психиатрия занималась прежде всего, вот, фиксацией пациента и, ну, наверное, назовем это, да, поведенческой терапией. То есть, грубо говоря, ему подкрепляли негативно, да, и позитивно правильное поведение. Вот ты сидишь молча, ну, да, это чуть позже, сидишь молча, молодец, начинаешь возмущаться, ну, давай-ка мы тебе физически что-нибудь дадим, да, и способы были, не знаю, окунать в ледяную, вот, ну, как-то взбодрить, по сути, медицина, психиатрия, она была карательной, как-то интуитивно, не потому, что кто-то хотел карать, а потому, что не знали, как лечить, ну, и хотели лечить, вот, какими-то, там, кружили на стуле, например, вот в 19 веке, один из способов лечения, честно, я сейчас не сильно хочу кружиться на стуле, мне нехорошо станет, а если мне и так нехорошо, и меня насильно часа на 4, вот так вот поставили, нет, ну, я потом, конечно, не буду возмущаться, я лягу вот в уголочек, все, и помру, ну, вот, примерно так лечили, других вариантов не было, и да, и только в 50-е годы появились первые лекарства, и опять же, если вот говорить о назначениях, даже то немногое, что я читал на английском языке, назначения, например, в США, Израиле, и у нас принципиально отличаются, ну, отличия есть, по некоторым, по некоторым понятиям, ну, лучше всего, наверное, самая интересная психиатрия была в фашистской Германии, ну, пациентов просто уничтожали, и даже когда они пришли сюда к нам, есть на сайте РНПЦ психического здоровья информация, как все пациенты о больничке сто лет исполнилось, уже, лет пять назад, наверное, может больше, всех пациентов просто оттуда вывели и уничтожили. Опять же, тоже вот такое отношение было, жуткое традиция. Даже не пытались лечить, не то, что там. И вы не поверите, а в США в 50-е годы сделали схожую вещь. То есть, у них в 50-е годы случился бум психиатрических расстройств. Видимо, это было связано, опять же, я предполагаю, я не читал исследований, но со стрессом, потому что была депрессия, да, великая, где, ну, было море поводов, психологически бояться, просто ты постоянно боишься, что завтра останешься без работы, а послезавтра начнешь голодать. Потом была война, где Америка активно все-таки участвовала, война с Японией, война с фашистской Германией, много, видимо, ветеранов с посттравматическим синдромом пришло. И вот в 50-е годы случился бум. А условия в больницах были настолько плохие, что они начинали массово болеть просто, ну, просто заболеваниями, условно, не знаю, там, вирусы, бактерии, чем угодно, там, массово, при этом, а, еще какая была проблема, сейчас даже такого заболевания, я уверен, никто не встречал, да, есть, ну, сифилис, если его не лечить, на определенной фазе, да, становится нейросифилисом, он начинает поражать головной мозг. И вот те самые из анекдотов люди, да, Наполеоном себя считающий, ну, вот, бред величия, они, как правило, появлялись именно при вот тяжелейшем расстройстве, просто почти полном уничтожении мозга, то есть, он уже сам шнурки завязать не может, тем не менее, считается Наполеоном, очень популярно Богом себя считать, это тоже каждый второй, вот, с такими, но сейчас таких болезней просто нет, потому что банальный антибиотик, лечит сифилис великолепно, тогда были проблемы, и опять же, антибиотики уже были, они появились когда, да, там, в 20-е годы начали активно использоваться, но, видимо, до пациентов, бедных, антибиотики не дошли, и массовый был нейросифилис, и, соответственно, если туда попадал человек даже без сифилиса, он же передается не только половым путем, да, он, то есть, они начинали массово все болеть сифилисом, на безглавленный сифилис есть, и что они сделали, да, на безглавленный передается напрямую через кровь, да, и что решили сделать, да, американцы, чтобы все это решить, они просто закрыли все больницы, и всех выпустили, ну, ты болеешь, ну, что же делать, крепись, за границей вам поможет, зато ты сифилис не зацепишь, в нашей больничке, и они просто выпустили всех пациентов на улицу без лечения, и даже сейчас, если идешь по США, вот у нас, ты не то, что не видишь, ну, вот согласитесь, но это надо очень долго ходить, чтобы встретить человека, ну, явно неадекватного, и неадекватные у нас будут небуйными, ну, вот есть, не знаю, женщина, там, которую я периодически встречаю, встречал, по крайней мере, которая какие-то церковные песни поет, ну, вот ее так, значит, сдвинуло, человек безопасен, все прекрасно, делает там полезное дело, то есть, у нас почти невозможно найти пациента, и это касается всего, ну, какие-то серьезные искривления позвоночника, ну, у нас тебя в школе посмотрят, в саду посмотрят, хочешь, не хочешь, даже если у тебя родители, там, максимально неблагополучная семья, тебя, значит, будут контролировать, то в Штатах ты заходишь просто в автобус, не надо ездить только на машине, съездить раз на общественном транспорте, посмотрите, как живут небогатые американцы, и просто этот кривой, этот, ну, просто вот у кого-то лордоз, у кого-то тифоз, ты, ну, таких у нас просто не найдешь, а там кто такой кривой, сихой, и в каждом автобусе будет человек, которого явно надо госпитализировать, трудом, то есть, пациенты просто не лечатся, вот он на улице, лечись наркотиками, все, все вот примерно так, поэтому, к сожалению, проблема актуальна, и психиатрия, очень молодая дисциплина, и вот, ну, психиатрии, по сути, 60 лет современной, 70, то есть, это, еще, грубо говоря, еще живы те, кто стоял у истоков современной психиатрии, там, человеку, может быть, 90, вот он в 20 лет, начал, впервые современной психиатрией заниматься, да, здесь дальше справочная информация, которая говорит тоже о куче тестов, но, как мы помним, реально используется только тест Векслера, да, и дальше, вот, вы видите, 26 серий, 79 тестов, 22 арифметических, 17 алгебраических, 25 диаметрических, 15 прочих, выделил 10 показателей, вот, дошли до 10, да, мы до этого все, все, от 3 до 9 скакали, наконец-то дошли до 10 показателей, и понятней от этого не стало, то есть, красивая модель, красивая гипотеза, но, по факту, мы ее почти не используем на практике, опять же, вот, еще справочная информация о том, как, да, появились еще очередные способы оценки интеллекта, интеллекта, и, они, в общем-то, опять же, так и остались теории, на практике они применяются крайне редко, да, вот, опять же, есть цитаты, что тесты начали применять при профориентации, начали делать учеников 9-11 класса, согласитесь, я думаю, большинство из нас, ну, по крайней мере, мое поколение, проходило некие тесты в школе, тем не менее, мы их прошли, это было, наверное, скорее для нас, чтобы, вот, вам интересно, и вот, в плане профориентации, подумайте, никого, то есть, опять же, Алексей меня поправит, но, чтобы построить некий, там, психологический портрет, дать какие-то рекомендации, оценить, нужно, хотя бы, пару часов общения, либо заполнение какой-то анкеты, которая займет, тоже не менее, там, двух, трех часов, а потом еще несколько часов анализа полученных материалов, и это профессионал, то есть, условно, меньше четырех часов на человека, чтобы построить какую-то картину, тратить, ну, нельзя, тем не менее, вот, даже, вот, и Стас проводит множество интервью, я, у меня был период, я провел очень много интервью, у меня в сумме почти 3000 интервью, я провел за свою жизнь, в основном плюсовики, ну, там, больше 2000 сильно, в основном плюсовики, и автоматизаторы, немного, менеджеров, и тоже, у нас одна из задач была, на полном серьезе, построить психологический портрет, потенциального кандидата, более того, вы не поверите, в ЕПА, не хранится вся информация, о каждом вашем интервью, со всеми пометками, и даже, если вы не попали в компанию, но собеседовались, она хранится, и менеджер, начиная с определенного уровня, может всю информацию поднять, так, Иванов, смотрим, ага, собеседовался тогда, какой ему психологический портрет нарисовали, ну, там, пару слов, не знаю, стрессоустойчив, дружелюбен, или наоборот, там, что-то, то есть, вся информация есть, понятно, что информация-то, так себе, потому что невозможно, вот у нас есть за 10 минут, попробуйте человеку задать вопрос, опять же, не будучи профессионалом, да, не имея образования, так, чтобы построить некий психологический портрет, и дайте задачу такую, чтобы она была стрессовой, и посмотреть, как он ее решает под стрессом, некая стрессоустойчивость, ну, это же совсем разные вещи, это смешно, тем не менее, это делается на каждом интервью, в каждой компании, и эта бредовая информация, хранится десятилетиями, на каждого из тех, кто пытался даже попасть в ЕПАМ, есть личное дело, со всеми попытками, и что у нас еще есть, все, видимо, да, и, в общем-то, еще варианты оценки, да, вот, корреляция такая, это надежный шкал, находится в диапазоне 0,6-0,8, да, корреляция основных шкал, со школьными оценками по алдебре и геометрии, 0,3-0,6, ну, как-то, будем откровенны, слабая корреляция, очень слабая, и, математическая, с математическими шкалами, 0,4-0,7, вот, единого государственного экзамена по математике, на уровне 0,34, видимо, что-то у нас с математикой, именно, вообще не задалось, да, именно с госэкзаменов, да, раз такая низкая корреляция, и тесты у нас, мягко говоря, не идеальны, ну, ладно, когда со школьной корреляция, там, 0,7, а тут вообще 0,34, и, вот, литература, с которой можно ознакомиться, то есть, есть классификация психических расстройств, понятно, что классическая энциклопедия, и Жмуров, и Джекобсон, да, психопатология, и секреты психиатрии, какой можно сделать светлый вывод, что вы, каждый из нас, либо как человек, проводящий интервью, либо как человек, пришедший на интервью, столкнется с попытками измерить ваш интеллект, да, либо мы будем пытаться его измерить, либо нас будут пытаться измерить, и вы видите, что надежных и однозначных способов его измерения физически нет, поэтому не стоит огорчаться, если вдруг на каком-то интервью вам отказали, причем категорически, это не значит, что у вас какие-то проблемы, да, это значит, что просто вот они попробовали оценить ваш интеллект такой линейкой, которая, ну вот категорически к вам не подходит, поэтому вот у них так все получилось, и второй момент, помним про свой интеллект, что есть магическое число 7 плюс минус 2, и какую бы задачу мы не решали, даже если мы пишем таскейсы, значит, давайте их группировать таким образом, чтобы их 7 плюс минус 2 было в категории какой-то, если в категории 50 таскейсов, надо ее чуть дробить, чтобы было понятней, да, разделяй и в лавство, и вот мы помним про магическое число 7 плюс минус 2, и стараемся все в своей жизни организовать так, чтобы более 9 сущностей не было, то есть более 9 любовниц ни в коем случае не заводить, или наоборот любовников, ни в коем случае магическое число и вся карательная психиатрия будет категорически против. На этой ноте заканчиваем.